Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков и на канале MyADGT.ru. Все, кто смотрит наш канал давно, знают, что я очень редко матерю своих видео, потому что считаю, что это непрофессионально. Сегодня, возможно, я буду материться, заранее приношу извинения, ибо накипело. Мы материалы иногда делаем про отличие поддельных масел от оригинальных. Я показываю на примерах, как отличить там и так далее. Привожу примеры реальные, как это все физически сделать. В описании к этому видео я оставлю несколько таких видео, чтобы посмотрели вы. Люди задают постоянно на регулярной основе одни и те же вопросы. Я всегда делаю скидку на то, что люди, которые спрашивают, они, конечно же, не в этой сфере, не в этой теме. И, естественно, они иногда задают вопросы глупые, на которые хочется ответить матом, потому что вопрос глупый. Но всегда делаю скидку на то, что человек непрофессионал в этом, он не разбирается в этом, естественно, простительно, что он задает такие вопросы. Поэтому сегодня мы рассмотрим основные такие вопросы, которые задают люди, чтобы всем было понятно, почему я об этом не рассказываю и что это из себя представляет. Итак, поехали. Поддельные масла. В частности, мы сегодня просмотрим масла японские. 4-литровые, литровые канистры. Мы все изучили уже про тару японскую, которую делают в Японии на гаусс-экан в основном. Ну, 4-литровые тару, литровые делают сетюс-экан. В общем, все об этом рассказывал я, где что делают, какие размеры и так далее. Китайцы так и не научились за несколько лет делать правильно тару. Поддельная тара, 4-литровая, под японскую тару, она на миллиметр выше, чем оригинальная. Вот, например, оригинальная банка с левой стороны, с правой стороны подделок, она на миллиметр выше. Поддельная банка литровая, то же самое. Литровая банка подделки на миллиметр выше, чем банка оригинальная. Там еще есть много нюансов, но по высоте. Самый популярный вопрос. Замерей линейкой высоту. Хуйнейкой. Вот, хочется сказать, хуйнейкой. Линейка – это не инструмент для точных замеров, когда речь идет о разнице в миллиметрах. Вот я специально просто ради прикола взял сегодня на складе одну в офисе линейку. Давайте сейчас сопоставлю там, попытаюсь сфокусировать все это дело, чтобы было понятно просто, о чем у нас речь идет. Так, давайте сейчас вот сопоставил я. Попытаюсь сфокусировать здесь линейки одного производителя A-Tech. Пластиковая и металлическая. Разница в миллиметр от одного производителя. Линейка – вещь, конечно же, не для точных замеров. Линейку, которую вы будете использовать, вы возьмете у своего сына, дочки, которую в школе они используют для того, чтобы нарисовать домик, там, не знаю, что-нибудь такое. Вот, что-нибудь чертить там, что-нибудь оторвать там бумажку какую-нибудь. Вот, ни в коем случае не для точных измерений. Поэтому, если я буду называть точные измерения, сделанные линейкой, линейкой, блять, обычной линейкой, блять, то ни к чему хорошему это не приведет, потому что люди массово потащат свои банки обратно в магазин, потому что они будут мерить своими линейками. Своими линейками будут мерить, которые с точностью точно не отличаются. Это может быть и миллиметр, плюс-минус, и плюс-минус. У всех разные глаза, разные косоглазности бывают. Ну, конечно, не дай бог, конечно. Вот, у всех разные руки, там, с будуна и так далее. Поэтому люди замерять будут по-разному, и разница, миллиметр, это точно не та разница, которую нужно мерить линейкой. Забудьте про всякие, нахуй, линейки. Все, все, вообще выкиньте из головы эту тему. Контр-аргумент сразу приведу, вангую, что возникнут такие вопросы. Замерь это все профессиональным, там, инструментом, профессиональным, там, специальным штангенциркулем, для того, чтобы поверенным, для того, чтобы это все было точно. У меня, кстати, есть штангенциркуль, такой поверенный, ГОСТовский, такой, кондовый, такой классный, который может мерить расстояние до 30 сантиметров. Ну, вы-то мерить будете чем? Я-то замерю. Я замерил эту высоту этой банки. Ну, вы-то чем будете мерить? Линейки тоже самые. И опять попрётесь в магазин с этим банками. Понимаете? У кого есть поверенный, хороший рабочий инструмент, штангенциркуль, для того, чтобы измерить, так же, как и я, у одного из тысячи человек? Вот, поэтому, конечно же, естественно, мы этого не делаем, не называем размеры, потому что, ибо это глупо. Никто не будет мерить правильно, все будут мерить, как попало, и тащить потом эти банки, оригинальные банки, сдавать. Вот, забыли про эту тему. Всё, надеюсь, с этой темой мы разобрались. Никаких замеров линейки. Вопрос номер второй по популярности и примерно такой же по глупости. Сделай анализы подделки. Так и хочется сказать, хуялизы, хуялизы сделать. Как происходит подделка моторных масел, в частности, японских? Покупается в Китае пустая тара с уже готовым принтом. Отдельно продаются крышки, отдельно продаются специальные такие вот язычки солёные. После этого человек, который захочет заниматься подделкой в России, у нас здесь с вами, в соседнем гараже вашем, там, на какой-то территории бесхозной раньше, в каком-то, в какой-то квартире, возможно, самые лоу-кост подделщики, они получают из Китая эти канистры, они приходят к ним в коробках упакованных, и просто сидят и думают, а что мы туда будем заливать. Сегодня они пойдут и сделают самую простую вещь, самые лоу-кост подделщики, да, купят себе лукуиловского масла, какую-нибудь самую дешёвую, там, типа, стандарта 15-40 изолитого, вот, потом они пойдут там выше, поднимутся в ступеньку, купят себе 20-ти литровую канистру, потом они же купят себе 60-ку, потом купят себе уже бочку для разлива, какую-нибудь самую дешёвую, потом уже еврокуб, а те, кто профессионально занимается большими объёмами, они купят себе, конечно, цистерну. Вот, что залито будет при этом в этом случае в подделку, это может быть луквейл, газ, промнефть, рост нефть самый дешёвый, ещё более-таки лоу-кост продукты какие-то, это может быть разливное масло, бочковое, там, или в еврокубах, или в больших цистернах, которые закупаются с заводов, прям, массово, большими объёмами, М8В, веретённое масло, в лучшем случае, это полусинтетик и так далее. То есть, ещё раз, в каждой банке подделки может быть залито абсолютно разное масло, потому что его делают абсолютно разные люди, это не одна сеть, к счастью, как и ровно вы. Вот, поэтому, если вы делаете анализы подделенного масла на регулярной основе, я просто могу сделать проще гораздо, не буду делать анализы, я просто буду посылать деньги в МИСГСМ каждую неделю, там, в УРЦ и т.д., буду посылать деньги в СГС, я просто буду их финансировать, просто из своего кармана, потому что, ну, как бы, это будет то же самое, потому что с каждой банкой поддельно, может быть, разное масло. Вопрос, контр-вопрос, опять же, сделаю подделку просто интересной, сделаю, сделаю анализы подделки просто интересной, что там залито. Смотрим пункт номер один. И осознаем всю глупость этой затеи. Понимаете, да? Вот, надеюсь, это тоже все понятно, только в самые-самые-самые-самые уже тяжелые случаи с тяжелым человеком это будет непонятно, для чего это не нужно делать. Вообще, анализ демоторных масел, которые делают частные лица для того, чтобы проверить, подделка это либо оригинал, или для того, чтобы выяснить некоторые характеристики масел, например, там, нуак, вспышку, там, зольность, сульфатность и так далее, температура заставания, это сугубо наша национальная затея, сугубо наша российская национальная, способ нашего развлечения, вернее. Ни в одной стране мира другой этим, этой унио не занимается вообще. Для чего нужны структуры, которые делают анализы, которые делают текущие анализы на качество. Для того, чтобы отслеживать в динамике состояние продуктов, смазочных материалов, вернее, которые используются, как правило, в транспортных парках, где-то, горнодобывающая промышленность, промышленность просто, там, металлообработка и т.д. и т.п. То есть, структуры, которые занимаются анализами масел, они делают это для того, чтобы делать текущий мониторинг продукта, чтобы там менять, когда заменить, вернее, вовремя и так далее. Только для этого. И только у нас. Ну, и делают еще, конечно, для сторонних производителей, для заводов, чтобы делать контроль качества текущей. И только у нас обычные покупатели делают это самостоятельно за свои деньги. Есть целые клубы, которые собирают на это бабки. Они много лет, много лет, много лет занимались тем, что делали анализы Мобила Шила. У Мобила и у Шила, Мобил Шилл Кастрол, у них есть ТДС-ки. Есть ПДС-ки, в которых есть абсолютно все необходимые параметры. Температура вспышки, нулак, щелочность, кислотность, температура застывания, HTT-S, там есть все эти параметры. Зак. Делать это все просто за свои деньги. Они делали это и выясняли, что они все разные. Где они покупали эти продукты? Подделка им попадалась. Не подделка? Хочется. Вот они делали, тратили деньги. Вот. Поэтому, конечно же, только национальный вид спорта именно делать анализы, чтобы выяснить некоторые характеристики или параметры. Для этого есть ДиЭс. Смотрите в ДиЭс, соответственно, покупаете у проверенного продавца, у дилера, у дистрибьютора и все. И вообще не паритесь. Вот. Поэтому с анализами тоже разобрались. Тема этих анализов, она глупая, она просто бессмысленная. Вопрос по популярности номер три. Сделайте взвешивание оригинальных и поддельных масел, для того, чтобы понять разницу в весе. Будем материться? Давайте, наверное, не будем профессионалами. Это хреновая идея, на самом деле, потому что знаю, что многие на каналах такие вещи делают. И мы сами это делали когда-то в свое время, для того, чтобы понять, как это происходит. В общем, ситуация такая. Давайте расскажу вам, почему это не показатель, на самом деле, не явный. Для того, чтобы понять подделку либо оригинал по весу продукта, нужно, во-первых, добыть его ТДС или ПДС, и понять плотность, которая указана в ТДСке-ПДСке. После этого нужно продукт из банки, на которой есть подозрение, что она поддельная, вылить в пустую тару. Тару предварительной, конечно, сделать завешивание. Сделать все это на весах аптекарских, на весах, которые показывают правильно вес. Не на бытовых весах, потому что бытовые весы для этого не предназначены абсолютно. После этого вылить продукт необходимый в тару, который мы замерили, завешивали вернее. Сделать термостатирование до температуры, при которой указана плотность в ТДС. После этого сопоставить данные, которые вы получили, при этом у вас должен быть ровно литр, с теми данными, которые указаны в ТДС. Это все процессы достаточно тонкие, сложные, на бытовых весах. И термостатирование в домашних условиях сделать чрезвычайно сложно, безводные бани и так далее. Это очень тяжело сделать так, чтобы это было правильно. Это раз. Практически невозможно сделать, просто на глазок получится. Второй вариант. Плотность продукта оригинального может быть разная. Как это ни странно, если разная база используется, как правило, это касается блендерных заводов, которые покупают базовые масла на свободном рынке. Они в ТДС оставляют единый показатель, его просто не меняют. Они не замеривают каждую партию, не замеряют вернее. Этого не происходит. У них есть ТДС, которые они выложили 100 лет назад. После этого они покупают базу разных производителей, используют ее. Она разная по плотности может быть. Не сильно, конечно, естественно. Третья группа, четвертая, они примерно плюс-минус будут всегда одинаковые по лязкости. Тем не менее, по плотности, вернее, извиняюсь, по плотности. Тем не менее, разница все равно будет в нескольких процентов. 2% может быть плюс-минус, даже теоретически. Конечно, максимум, разница все равно будет. Это тоже очень подводный камень такой важный. Во-вторых, про плотность вы поняли. Чтобы сделать плотный замер дома, это нужно постараться очень сильно. Нужен профессионалам в этом деле. Что касается заливочных ямкостей, как происходит заливка масла в канистру на заводе любом? Это происходит с помощью специального аппарата, в котором есть трубопроводы, которые качают масло насосов и иглоспециальные, которые опускаются в канистры и наливают. При этом замер заливки происходит на разных заводах по-разному. Именно отсечка после заливки моторного масла необходимого количества. Это либо кориолисовые датчики стоят, но достаточно точные. Они при температуре предопределенные, термосатированные, заливают масло. И потом еще на некоторых заводах стоит еще дополнительный весовой контроль. Но самый главный момент, который люди не понимают. Отбраковка на заводе, на одном заводе, на заводе, который делает оригинальные масла, идет по определенным параметрам заданным операторам. Например, если отбраковка стоит плюс-минус 20 грамм. Соответственно, канистры залитые, например, 3820 грамм и 3840 грамм. Если разница между ними до 20 грамм, канистры не отбраковываются. Она поставляется дальше и упаковывается, и попадает к вам, соответственно. Может ли на одной и той же линии, на одном и том же оборудовании быть заливка плюс-минус 20 грамм? Может, конечно. Если это потом не притекает, вернее, отбраковочным специальным оборудованием. Почему так происходит? Потому что это все физические вещи. Это трубопроводы, это иглы. Они засоряются, форсунки на иглах засоряются. Они деформируются, насосы гидравлические качают по-разному. И, короче, много нюансов. На одном и том же оборудовании, на одном и том же большом станке, на таком оборудовании, может быть до 20 даже игл. Но обычно это 10-12, там 8-10-12 игл. Иглы это, которые опускаются в банки, чтобы заливать. Но они разные все. И, то есть, говорю, погрешность, погрешность, она устанавливается оператором на отбраковке. Поэтому то, что заливается на одном и том же заводе, и в одну и ту же партию масла плюс-минус там 10-12-15 грамм, это вполне абсолютно нормально. Зависит все уже именно от стадии отбраковки, как отбраковывают непосредственно. Вы просто, некоторые люди не понимают этого и думают, что там если разница в оригинальных продуктах там плюс-минус 10-20 грамм, это криминал, это уже подделка. Это не так. Так это не работает. Это работает именно отталкиваясь от того, как это устроено на заводе, отбраковка непосредственно. Вот, поэтому тоже очень важный момент. Стандартов, каких-то определенных именно индустриальных стандартов, которые отрасливают, такие стандарты, которые вот для этого действующие, их нету, их нету. Есть какие-то внутренние стандарты для завода, которых они придерживаются. Ну и все. Как правило, конечно же, естественно, такого не происходит. Естественно, примерно плюс-минус все заливается одинаково, потому что все это делается поверка, поэтому оборудование периодически на нормальных заводах больших, это все там отбраковывается, калибровывается и так далее. Но нюансы разные бывают. Иногда бывает, что она засорилась, а партия делается, она останавливаться не будет, поэтому такая ситуация происходит. Подделщики, к подделщикам вернемся, подделщики могут заливать в банки на глаз. Как правило, так и происходит, просто вручную берут ведро там, или что там, что-то еще заливают, они заливают. У продвинутых подделщиков есть оборудование для заливки, те же самые иглы оборудования для заливки и так далее. Но, естественно, как бы оно вряд ли калибруется часто, вряд ли этим задаются вопросом, поэтому, скорее всего, там погрешность большая плюс-минус. Если мы ведем речь про гидрокритинговые продукты, которые сделаны на третьей группе, да, третьей-второй группе с такими простыми пакетами, то разница между дешманским продуктом, сделанным на второй группе и на третьей группе, вернее, при замерах, она будет незначительная совсем. Разница будет ощутима, когда там залита, например, какая-то трансмиссия, какая-то вместо моторки. Ну, это вот в этом плане, как бы, да. Если речь идет о моторке, например, там, второй-третьей группе, и разница будет не совсем большая, то есть по ней тяжело очень определить. Плюс-минус подделщики могут заливать там плюс 100 грамм, минус 100 грамм, подгонять под оригинальную тару вес, например, заливать, грубо говоря, если масло больше, более плотное, заливать меньше и по объему, к примеру, да, то есть тоже как вариант. Поэтому такая себе тема замерять по весу, и мы сейчас в последнее время никогда этого не делаем. Когда-то давным-давно, пока я не побывал на заводах, на более чем 20 заводах в разных точках мира, вот, не посмотрел, как это физически происходит, я сам эти делал замеры, показывал, сколько весит оригинальная тара, и после этого огромное, просто колоссальное количество сообщений по весу у меня плюс 30 грамм, у меня минус 40 грамм, у меня 32 грамма. Бали реально, вот, бали, прям реально, просто бали с этими вопросами, потому что, в свою очередь, как бы, мы сами это все породили. Поэтому, конечно же, понятно, что чисто гипотетически в лабораторных условиях сделать по плотности и по весу можно, продукт понять оригинальный, либо неоригинальный, но сделать это в домашних условиях, ну, не надо этого делать, не надо, это, блин, капец, это так не работает. Четвертый по популярности вопрос, это маркировка товара. Опять не будем материться, будем профессионалами. Тема, опять же, которую мы сами породили, у нас есть даже видео, целый полноценный большой гайд, где мы разбираем три вида основной маркировки, которые используют на заводах в Японии для производства Toyota Castle, некоторых других еще оригинальных продуктов. А вот на маркировках, на самом деле, огромное количество модификаций есть, поэтому все, естественно, мы их не разберем, это невозможно сделать. Почему? Давайте я покажу бачкод, который есть на упаковке, на любой. Это касается не только Японии, это касается Европы в том числе. Как вы думаете, для чего нанесен бачкод с датой, зашифрованный здесь? Как правило, это все зашифровано не в явном виде, просто там есть определенный набор символов, которые что-то значат. Для чего это сделано? Как вы думаете, сделано для покупателей, для вас? Кто поднимает руки? Нет, конечно же, это сделано не для покупателей, это сделано для логистов, для того, чтобы сделать, отслеживать, вернее, партию товара, перемещение, там, узнавать, когда была сделана партия внутри завода, для того, чтобы там, перефасовывать их на складах и так далее. Сделано именно для этого, чтобы понимать логистам, куда и чего переставлять. Это сделано ни в коем случае, не для обычного обывателя, для нас с вами. И только у нас, еще раз, как с анализами, в России, национальный вид спорта, это расшифровка вот этих вот, соответственно, бачкодов. Это вот реальный национальный вид спорта, каждый второй, кто пишет по этому поводу, это, блядь, мистер Энигма. Мистер Энигма, мистер Квест. Бачкоды, еще раз, для логистов, они не для покупателей. Здесь нет никакой полезной информации, по большому счету, для покупателей, потому что в Японии самой даже, да, сроки годности масел, я уже про это тоже рассказывал, у нас было отдельное видео, тоже, кстати, размечу в описании к этому видео, считаются с момента его продажи в розничной сети. Если вы в розничной сети купили любой продукт, любое масло моторное, трансмиссионное, вы можете в течение двух лет его использовать. Так считают японцы. В Европе так не практикуется особо, там, да, как бы, об этом просто не говорят, то есть, как бы, там, просто не... Я часто в Японии видел банки, которые датированы, там, уже, ну, явно просроченные, которые стоят в магазинах, там, вот, Yellow Heart, там, Garage, там, Jameson Card, там, в Табаксе и так далее стоят банки, обычно какие-то недорогущие, которые уже давно просроченные, и они стоят в магазине, потому что, ну, надо продавать же их в любом случае. Поэтому сроки хранения масла, на самом деле, в закрытой таре гораздо, гораздо, гораздо превышают 5 и более лет, гораздо. Они могут храниться нормально, абсолютно до 10, и более лет абсолютно нормально. Ничего абсолютно с маслом не произойдет, если масло закрыто плотно. Если оно не было вскрыто, вернее, скажем так. Вот, если масло коллоидно стабильнее, если оно сварено правильно, никакой химической деградации никогда не произойдет, вообще абсолютно, при любых условиях его хранения, но за исключением того, если вы храните во влажном месте, где может попасть в масло вода, каким-то образом. Вот, температурные режимы не сильно влияют, главное, чтобы не было яркого солнца, прямо вот, прямо слепящего яркого солнца, где банка стоит там, прямо годами. Вот, в таком случае, банка может храниться десятилетиями, это нормально абсолютно. Ну, десятилетиями я уже преувеличил, как бы, ну, 10 лет. Вот, вполне нормально. Пишут все 3-5 лет, это просто стандарт, этим самым перестраховываются производители. На самом деле, хранится гораздо больше, конечно. Вот, итак, давайте вернемся к нашему бачкоду. В бачкодах зашифровываются данные для логистов еще раз, поэтому на каждом предприятии, на каждом предприятии, даже, может быть, на каждой линии, в каждом предприятии есть разные способы нанесения маркировки, и есть разные алгоритмы, какие данные там зашифровываются, какой последовательности. В некоторых бачкодах есть информация, сугубо логистическая, которая шифровывается этими же средствами аппаратными на самом деле. Она вам ничего не скажет абсолютно, то есть, там есть номер, там партии, номер, вернее, смены конкретной, номер партии, номер цеха, где производится, номер линии, на которой производится продукт, помимо даты производства. Указывается иногда дата варки продукта, а не дата его производства и так далее. То есть, очень много нюансов, которые наши с вами мистеры Энигма и мистеры Квест любят разбирать. Мы сами, что греха таить, это делали, конечно, разбирали, потому что мне было интересно, как это сопоставлять. И какое-то рациональное зерно в этом есть, но если, ребят, если вы в этом не разбираетесь, ну не лезьте вы в это, не смотрите, давайте я расскажу вам самый главный прикол, который нужно понимать, чтобы это все было не так болезненно. Если вы видите в верхней части банки и с нижней части банки любой литровый либо четырехлитровый одинаковый бачкод, это подделка. Никогда на верхней и нижней части банки не указывают одинаковые бачкода, они всегда разные. Но подделки на китайской часто встречал, что и с верхней части и снизу там одинаковые бачкода. На что еще можно ориентироваться? Смотрите, литровая тара, японская, и такой вот консервный вариант, и который, например, такой вот вариант, они никогда не маркируются производителем по таре, то есть нету даты производства тары. Здесь на нижней части банки никогда не делается. Ни сайто, сайкан не делает. А это, кстати, вообще делает контора, вот такие банки, которые делают краску, для краски, для химии, вернее, разные. Ну и сайто тоже делала. К чему я? А, то есть четырехлитровая тара, что можно еще понять по четырехлитровой таре? На четырехлитровой таре, на нижней ее части, которую производят для оригинальных продуктов компания Ногаус и Кан, есть всегда код. Этот код производителя тары. Он всегда одинаковый. там есть три буквы, либо НСС, либо НСВ, в любой последовательности, сзади, спереди, неважно. Это отшифровывается, как Ногаус и Кан Чиба, и Ногаус и Кан ВКМ. Завод называется, корпорация, вернее, называется Ногаус и Кан, у нее два завода, Чиби и ВКМ. А, кстати, заводы очень небольшие, кто-то думает, что там, там, заводы каких-то колоссальных размеров, это вообще маленькие заводы, какие-то комплексы, как они успевают таро делать, столько, я вообще не понимаю. Вот, соответственно, здесь стандартная маркировка, которую они используют уже кучу лет, уже лет, наверное, 20 точно, они используют одну и ту же маркировку, по ней можно понять, когда была сделана тара. С момента производства тары до момента того, когда был товар упакован, проходит, как обычно, ну, в среднем, примерно, там, 4-5 дней, бывает в этот же день, потому что производители тары находятся недалеко, примерно, километров 600 от завода ближайшего Каяния, поэтому, они вполне возможно с утра уже отгружаются, приезжают, вечером уже там все делается, там все потоково сделано, поэтому, от нуля дней, допустимая разница между датой производства тары и датой розлива непосредственно продукта, до, ну, редкие продукты делаются даже до месяца, может быть, разница, вот, поэтому, тоже не показатель, это там, сделано в этот же день, или там сделано, там, через месяц, тоже достаточно распространенная такая вещь, она редко встречается, но встречается, когда тара была сделана, например, там, за 2-3 недели, там, до розлива продукта, такое бывает, ну, например, в ковидные времена, это часто бывало, когда там стояли заводы, вот, поэтому, в коей-то мере, можно ориентироваться на тару, на нагаус и кан, который наносит, на эту дату, и плюсовать к ней, примерно, 2-3 дня, и вы получите, примерно, дату розлива продукта, поэтому, на эту дату, на эту, вернее, маркировку, на нижнюю, на гаус и кан, ориентироваться можно, вот, поэтому, гайд все равно я размещу, в описании к этому видео, там есть полная расшифровка, как правильно расшифровываться, там элементарно расшифровывается, там всего, там, 3-4 знака, которые вы так расшифруете, на верхнюю дату, на бачкод, ну, ребят, не надо, если вы не разбираетесь в этом, не лезьте в это, не заморачивайтесь, вот, реально, не заморачивайтесь, не заморачивайтесь, во-первых, вы сельгу, вы сломаете, во-вторых, как бы, это, блин, будет для вас, мучительно, больно, потом все это, на тетрадке переписывать, короче, заморачивайтесь, мало того, что, Эдемицу, к примеру, да, зашифровывает в своих бачкодах, не дату, не дату упаковки, вернее, продукта, а дату его производства, когда продукт сварили, поместили его в резервуарный парк хранения, готовый продукт уже, и после этого он там некоторое время хранится, и после этого разливается, таким случаем получается, дата производства тары, будет позже, чем дата производства продукта, как многие думают, хотя указана, чем дата, вернее, упаковки продукта, хотя на самом деле там указана дата производства, поэтому такие вещи, эти бачкоды, они не для вас, еще раз, вот просто забудьте про них нафиг, используйтесь максимум теми кодами, которые на нижней части банки написаны, на 4-х литровые конец, и все, верхние бачкоды, забудьте вообще про них, просто забудьте, все, не берите в голову. Вот реальный пример, кстати, да, про Хонду. Вот недавно человек один задал вопрос. У Хонды, вот тоже, смотрите, с вами на Гаусс и Кан, да, Тару делают новую продукцию Хонды, это H7-2. Ниже на Гаусс и Кан тут у нас код говорит о том, что сделана Тара в 23-м году, в октябре 6-го числа. Вот, и человек залез в наш гайд и начал выяснять, что вот этот за верхний бачкод, что он означает. Вот, соответственно, он голову сейчас сломал, ничего не понял. А на самом деле, этот бачкод, который делают сейчас на заводах Эдемитсу, ой, заводах, вернее, и Эдемитсу, и Энеос Холдинг, они сейчас маркируют некоторые вот таким вот образом, например, полностью, как по-европейски, 23-й год, 10-й месяц, октябрь, соответственно, 11-е число, соответственно, Тара сделана, например, в 23-м году, в октябре 6-го числа, а продукт залит, соответственно, в 23-м году, 10-м месяц, 11-го числа. Этой маркировки раньше не было, вот она вот у кого-то недавно появилась. Соответственно, как бы маркировка может измениться в любой день, абсолютно, без предупреждения. Это говорю еще раз, это не для вас сделано, не для покупателей. Вот, поэтому не ломайте себе голову, просто не заморачивайте, это не показатель. Так, что еще мы не разобрали? Ну и про маркировку, как нанесена маркировка, вернее, там, в кривь, в кость, буквы распространения, ну, нижняя маркировка, даже та же самая на Гаусс и Канн, да? Казалось бы, одного завода, как она нанесена, там, буквы, шрифты разные, криво написано, косо написано, и так далее. Это все абсолютно, абсолютно, не важно, абсолютно. Потому что принтер, который наносит маркировку на канистру саму непосредственно, это просто обычный принтер. Просто он настраивается как отдельное опциональное устройство на каждой линии. На одной линии он может стоять, там, производство Hitokachi, на другой стоять производство Canon, на третье производство, там, как-то, LaserPrint и так далее. Они могут быть абсолютно разные, это, соответственно, не шрифты, абсолютно разные, которые, встроенные шрифты, вернее, которые используют. Это не стандартные шрифты, и их нет никакого стандарта нахер вообще. Вот, у них может быть разный, там, угол нанесения, может быть разная настройка, ширина между буквами, там, точки разные стоять и так далее. Это все абсолютно не важно, все про это вообще забудьте нафиг, все это вообще никак не играет никакой роли. Надеюсь, мы разобрались с основными вопросами, я это видео буду скидывать всем тем, кто задает такие вот вопросы, потому что всем отвечать, к сожалению, тяжеловато, и давайте вместе с вами учиться. И думаю, что видео стоит бы, наверное, это переслать вашим коллегам, друзьям, знакомым, одноклассникам, для того, чтобы они тоже порасвечались. Всем пока!